Более 60% россиян полагают, что в современной России женщины имеют столько же прав и возможностей, сколько и мужчины. Каждый четвертый думает, что у женщин прав и возможностей меньше, а каждый десятый, что у женщин прав и возможностей больше, чем у мужчин. Ситуация с восприятием гендерного равенства за почти два десятилетия в нашей стране, по мнению Всероссийского центра изучения общественного мнения, улучшилась. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Сегодня поговорим о представительницах прекрасного пола. Также в программе вы увидите. Слова признательности. Кто из ученых женщин КФУ удостоен государственных наград? Не забывайте улыбаться и радовать себя, и радовать всех остальных. Красота и ум. В чем секрет лучших представительниц Казанского университета? Женщина – это всегда благотверждающие силы. Хотим, хотят. Мужчины не хотят. Но так получается. Главное – генерирующая сила. Чем занимается университетская лига женщин? И начнем программу с приятного события. Ученые Казанского федерального университета стали победителями республиканского конкурса «Женщина года». Две сотрудницы университета признаны лучшими в номинации «Женщина-ученый». Торжественная церемония подведения итогов конкурса состоялась накануне Международного женского дня в Казани при участии председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаммедшина. Спикер парламента отметил, что несмотря на непростое время, наши дорогие матери, сестры, жены и дочери активно участвуют во многих начинаниях республики. Вы лучшие из лучших. Вы просто не осознаете. И в конкурсах победили, и в делах передовики, и семью вот так укрепляете, и тылы прикрываете, и детей воспитываете, работаете на будущее. Это традиционная встреча в Татарстане. Хорошая традиция. Это наша визитная карточка по отношению к женщинам в республике Татарстан. Так победителями в номинации «Женщина-ученый» стали доцент кафедры органической и медицинской химии, руководитель российско-японской научно-исследовательской лаборатории Альмира Курбангалиева и заведующая кафедрой начального образования Института психологии и образования доктор педагогических наук Венера Закирова. Венеру Закирова отметил и мэр Казани. В той же номинации «Женщина-ученый» он вручил ей награду. Венера Гельмханова – заслуженный работник высшей школы Татарстана. Более 20 лет заведует кафедрой Казанского университета. Научные интересы, педагогика, подготовка кадров для сферы образования. Она – один из организаторов ежегодного форума ИФТ, проводимого Институтом психологии и образования. Также является автором концепции университетского детского сада для детей с расстройствами аутистического спектра. В Казанском университете прошел свой конкурс «Женщина года. Мужчина года. Женский взгляд». На торжественном вечере в императорском зале чествовали всех приглашенных представительниц прекрасного пола. Среди них не только ученые и преподаватели. Это и сотрудницы КФУ, без ежедневной работы которых была бы невозможной деятельность вуза. Финансисты, кадровики, активисты, общественники. В Казанском университете трудится огромное количество женщин. Благодаря им в университете происходят открытия, проводятся конференции и масштабные исследования. Готовятся лучшие кадры для всех сфер социальной и экономической жизни страны. Воспитываются лицеисты и студенты. Без их участия в альмаматор не было бы так уютно, тепло и по-доброму. Львина Минобуддинова решила встретиться с некоторыми лауреатами университетского конкурса и увидеть их в привычной рабочей обстановке. Жена, мать, дочь и сестра. Эти роли женщины со временем изменились. Сегодня быть хранительницей семейного очага далеко не единственная функция представительниц прекрасного пола. Они активисты, ученые, исследователи. Осталось мало профессии, где не представлены женщины. Альбина Минобуддинова – преподаватель и заместитель директора Института международных отношений. У нее две бакалаврские, две магистрские и одна аспирантская степень образования. И это несмотря на молодость. Альбина Минобуддинова – и педагог, и психолог, и историк в одном лице. Работать в институте она начала в 2018 году. Именно тогда она поняла, что хотела бы связать свою жизнь с Казанским университетом. А главной ее целью стало создание бренда института. Сегодня она – тот самый пример сильной женщины на руководящей позиции. На самом деле это очень тяжело. Я вообще считаю, что чем больше ты делаешь, тем больше ты успеваешь. И поэтому я всегда нахожусь в таком состоянии движа. Мне все время хочется с кем-то разговаривать. То есть я постоянно нахожусь среди большого количества людей и стараюсь держаться на позитиве, так скажем. Я просыпаюсь с улыбкой, засыпаю тоже с улыбкой. Но и самой, наверное, главной мотивацией для меня являются студенты. Студенты всегда разные. Выпускаются, приходят новенькие. И ты в них вкладываешь свою любовь. То есть это как, мне кажется, как мои дети, можно так сказать. Я их называю ласково, мои пирожочки. Студенты – источник вдохновения для Альбины и Мамуддиновой. Как признается заместитель директора по международной деятельности, сформировать как можно больше профессионалов своего дела. Тех, кто будут благодарны своему университету, институту и преподавательскому составу. Сегодня одна из ее главных миссий. Студенты, когда они приходят к тебе со своими проблемами иногда, со своими эмоциями, у каждого бывают совершенно разные задачи. И ты подстраиваешься под определенный тип человека, начинаешь с ним разговаривать и понимаешь, что каждый человек уникален. И хочется как можно больше дать ему любви, заботы, понимания того, что он здесь не один. Университет для Альбины и Мамуддиновой – второй дом. Здесь она проводит большую часть своего времени. На отдых остается немного, но если свободное время появляется, вопросов, чем заняться, не возникает. Я очень люблю театры. Мой любимый театр – театр оперы и балета. Но, разумеется, я не забываю о татарском театре, поскольку я татарка полностью. И с подругами, с друзьями, с коллегами мы, в том числе, ходим в театры. Но еще я люблю изучать иностранные языки. Правда, я занялась этим несколько позднее, чем надо было бы. Но все же пытаюсь учить китайский язык, корейский язык, пытаюсь поддерживать английский язык. Но все-таки времени на это не хватает. Ну и, разумеется, чтение. Чтение не только модных журналов, но еще и в том числе какие-то книги, которые так или иначе помогают себе разобраться в психологии человека. Это тоже весьма интересно. То, в чем женщине нет равных – это красота. На уход за собой всегда найдется время и желание. Секрет красоты Альбины Мамуддиновой простой – это улыбка. Самый главный секрет – это улыбка. Улыбка, она всегда заражает. Заражает всех вокруг – и студентов, и преподавателей. Когда ты улыбаешься, это, наверное, создает как раз вот этот образ. Ну и плюс, я думаю, что это в том числе и яркая где-то одежда. Это тоже помогает дополнить образ для девушки, тем более молодой. Это, наверное, такой определяющий тоже фактор. Макияж, но не сильно броский. Это тоже важно понимать. Альбина Мамуддинова, как принято женщине, исполняет сразу несколько ролей. Рули эти современные. Она – управленец, руководитель, преподаватель и мама для своих студентов. Все советы, которые она мне давала на первом и втором курсе, я впитывала в себя. И спустя долгое время до сих пор я применяю многие из ее советов. Потому что, ну, я, наверное, полноценно считаю ее своей студенческой мамой, если так можно сказать. Потому что Альбина Марселевна меня воспитала. И все качества, которые я приобрела за время моего студенчества, наверное, по большей степени они были выработаны благодаря Альбине Марселевне. В целом мы очень тесно взаимодействуем. И мне очень нравится то, что у нее такой подход к работе, когда не чувствуешь разницу между тем, что это преподаватель, это там заместитель директора, представитель администрации института. То есть в целом мы общаемся практически на равных, и я могу в любой момент подойти к ней с любой своей проблемой. Каждый раз, каждое мероприятие, которое мы организуем, оно не обходится ни одно без помощи Альбины Марселевны. Так как она прекрасный специалист, она профессионал в своем деле, и она не только может помочь с точки зрения проведения мероприятий, организационных моментов, она также прекрасный человек, который всегда открыт к всем новым знакомствам, к новым направлениям, и с которыми можно поговорить и раскрыть собственные горизонты. Альбина Мамуддинова работает 16 часов в сутки и единственная имеет доступ в университет в воскресенье. Так говорят коллеги. Альбина Марселевна – это, в первых, очень красивый и уютный человек. С ней легко работает. Я считаю, что это сходит с того, что это человек творческий. То есть она не тот человек, который может просто выполнять указания, поручения. Она человек, который каждый день думает, что новое, что нужно делать. Она проводит колоссальную работу, что в нашем университете поступает очень много арабов, где она в течение года проводит несколько встреч, несколько вебинаров и так далее. Но я думаю, что с этим человеком пойдет работа лучше. И на самом деле этот человек, который там все ее уважают, она работает, я могу сказать, без преувеличения 16 часов в сутки. Даже, по-моему, это, как я понял, что единственный человек, который имеет доступ в университет по воскресеньям. И, конечно, своему успеху Альбина и Мамуддинова находят объяснение. Основное правило – не стесняться и быть целеустремленным. Я вот даю этот совет абсолютно всем и студентам, и женщинам, и мужчинам, если у меня спрашивают, конечно. Поскольку мы от себя ждем очень многого, но не все это исполняется. И не только по нашей инициативе. Бывают разные обстоятельства объективные, исходя из которых мы просто не можем поступить так или иначе или добиться определенной цели. И то есть винить себя в этом не нужно. Ну и не стесняться, поскольку мы все живем в Татарстане, для многих женщин, в том числе в моей семье так принято, что определяющую роль все равно играет мнение мужчины. Вот моего папы, например, моего брата. Но я думаю, что и женщины, поскольку они сейчас такие гибкие, адаптивные, очень умные, с прекрасным чувством и юмора в том числе, они могут себя здесь раскрыть и действительно показать, что они могут быть прекрасным руководителем, прекрасным управленцем, легко ладить с людьми. И вот я думаю, что вот в этом плане стоит не стесняться показывать себя с лучшей стороны. В определенной степени нужно понимать, что целеустремленность – это такое, наверное, главное определяющее качество для женщины-руководителя, нацеленность на результат. Ну и, наверное, не забывать улыбаться и радовать себя, и радовать всех остальных. Екатерина Синченкова также занимает руководящую должность и тоже работает со студентами. Она возглавляет отдел социальной защиты и организации работы по социальной поддержке студентов. Отдел занимается организацией культурно-массовых мероприятий, методическим и консультационным сопровождением студентов. В числе задач – назначение материальной поддержки, работа со студентами-сиротами и студентами-инвалидами. Главное для нее – сделать из университета и его подразделений второй дом для обучающихся. Екатерина замужем, и, по ее словам, четко отделять работу от дома просто необходимо. На самом деле я сама учу себя и учу своих сотрудниц, потому что, когда ты выходишь за пределы уникса, за пределы работы, отключай, отключай все рабочие моменты. Я не говорю о том, что отключай телефон, а скорее о том, что переключайся на личную жизнь. И, наверное, именно вот это переключение, стараться балансировать между работой и личной жизнью, по-другому никак, к сожалению. Самое важное – это стараться выключать в себе сотрудника в тот момент, когда ты выходишь за двери своего офиса. И, наверное, секрет в том, что дома я уже не начальник, я уже не сотрудник университета. Дома я просто хозяйка, жена, любящая дочь, внучка и все остальное. Главное увлечение Екатерины Синченковой – саморазвитие. Как она сама говорит, ее хобби – наполнять каждую минуту смыслом. Я каждую свободную минуту стараюсь либо читать, либо очищать голову с помощью прогулок. Я очень люблю путешествовать. Это отлично отвлекает от быта, от надоевшей такой достаточно реальности, от той, от которой ты устаешь иногда. Больше всего я люблю путешествовать по России. Пока что последние несколько лет получается только так. Однако до этого была и в Европе. Но моря и курорты – это вообще не мое. Я больше за прогулки по историческим местам. Я по первому образованию политолог, и моя профессия очень сильно связана с историей. И, соответственно, все мои путешествия связаны с тем, чтобы стараться узнавать что-то новое. А еще у Екатерины есть не совсем обычный способ времяпровождения. Она занимается графическим дизайном и ведет социальные сети некоторых коммерческих компаний. По словам Екатерины, это ее увлечение и отдушина. Именно так она проявляет свою творческую половину. Эта профессия помогает ей следить за трендами. Работая с молодежью, идти в одну ногу с ними просто необходимо. Поэтому, как минимум, приходится пополнять словарь новых молодежных слов. Обновляется он регулярно. Всегда быть обаятельной Екатерине позволяет несколько вещей. И речь совсем не о макияже. Самый главный, наверное, секрет красоты – это, конечно, сон. Здоровый 7-8-часовой сон. Другого нет. И еще то, что помогает, наверное, всегда оставаться на плаву, помогает поддерживать и свою внешность, и все остальное – это огонек в глазах. Без этого огонька в глазах, того самого, когда ты горишь тем, что ты делаешь, когда твоя внутренняя энергия помогает тебе распахнуть все двери, которые закрыты перед тобой, когда ты действительно любишь то, чем ты занимаешься, и каждый день, каждое утро встаешь на работу действительно с удовольствием. И когда улыбаешься, когда смеются твои глаза, как говорила великая Тайра Пэнкс, «Улыбаться надо глазами». Когда вот это происходит, именно тогда ты становишься магнитом для окружающих. Конечно, есть там различные вещи, типа ходить на массаж, делать брови, реснички и все такое, но это все лишь помогает немножко сократить время утром. Но главный секрет красоты именно в том, чтобы любить то, что ты делаешь. Выбери себе работу по душе, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Огонек в глазах и любовь к своей профессии. То, что позволяет Екатерине быть всегда энергичной и заряжать энергией других. Екатерина Александровна – настоящий профессионал, грамотный руководитель, мудрая, энергичная, целеустремленная, понимающая женщина, настоящая женщина с большой буквы. Она очень чутко относится и к сотрудникам, и к студентам Казанского федерального университета. К ней всегда можно обратиться не только по рабочим вопросам, но и с жизненными ситуациями. Она всегда находит нужные слова, правильный подход и вселяет уверенность в своих силах. Очень трудно собрать все слова о Екатерине Александровне, но, наверное, стоит отметить, что она очень чуткий и внимательный начальник. И, наверное, даже сложно назвать ее начальником, потому что она больше друг. Она всегда поддержит, поймет и даст действительно дельный совет, когда ты действительно в нем нуждаешься. И, несмотря ни на что, эти советы всегда действуют, за что, наверное, я ей очень сильно благодарна. Старший научный сотрудник, преподаватель и заведующая кафедры. И все это про одного человека. Кафедра, которой руководит Юлия Бахтиарова, одна из самых молодых химического института. Ее основная специализация – это фосфороорганическая химия, синтез различных биологически активных соединений для создания лекарственных препаратов. В разработке этой кафедры часто удостаиваются высоких наград. Без книги не представляю, при том книга должна быть обязательно бумажная. Юлия Бахтияровой удается успешно исполнять еще одну роль – быть мамой. У нее двое детей. Сыну уже 30 лет. Развивается он в двух направлениях. Он экономист-программист и химик. А дочке 15. Она учится в девятом классе. А еще Юлия Бахтиярова – бабушка. У нее подрастает внук. По словам ученого, мама – это друг. Именно такой она старается быть в глазах своих детей. Я очень надеюсь, что в первую очередь я для них мама, друг, товарищ. Мои дети воспитаны таким образом, что они со мной очень хорошо разговаривают, они мне все рассказывают. И мы придумываем планы на дальнейшие выходные, дни, праздники, отпуски. Мы общаемся. Очень часто, к сожалению, сейчас такое время, такой мир, мир интернета. Многие родители очень заняты, а дети сидят в интернете. Вот я стараюсь, чтобы этого было поменьше. И я воспитывала своих детей так, чтобы всегда находилось время для общения, для путешествий, для совместных каких-то занятий, спорта. У меня все дети замечательно катаются на велосипеде, коньках, умеют играть в баскетбол, в настольный теннис. И сейчас у меня подрастает внук. И я смотрю, что мой сын с женой воспитывают ребенка в этом же духе. Недавно поставили на лыжи, на коньки. Он занимается плаванием, хотя ему 4 года. Это важно, потому что в жизни очень много интересного. Тому, что в жизни много интересного, Юлия Бахтьярова учат не только своих детей, но и студентов. Главное – найти занятие по душе. Юлия Валерьевна является моим научным руководителем. С ней я познакомился еще в 11 классе. Тогда она меня подготовила на Всероссийскую конференцию для школьников, где я занял первое место. Ну и так получилось, что она зажгла искру любви к химии во мне. И я, недолго думая, выбрал химический институт для поступления. И, так можно сказать, вступил под ее чуткое руководство. Пять лет студенчества. И сейчас, буквально в прошлом году, я защитил диссертацию кандидатскую под руководством Юлии Валерьевны. Юлию Валерьевну я могу описать как профессионального руководителя. Она очень здорово может мотивировать, когда нужно, может направить на правильный истинный путь, подсказать, когда нужно похвалить, когда нужно поругать. Да и вообще я очень уважаю и люблю Юлию Валерьевну. Она дает мне советы не только по профессиональной деятельности, но и какие-то жизненные советы, ввиду того, что у нее большой опыт жизненный. В лаборатории и университет лишь одна часть из жизни Юлии Бахтияровой. Да, значительная, но далеко не единственная. Занять себя в свободное время для ученого не представляет труда. Если оно находится, то почти целиком отводится фехтованию. Юлия Бахтиярова не просто мама. Она тренер для своих детей. Свободная от работы и от всего остального времени я тренирую свою дочь. Она является членом сборной команды Республики Татарстан. Еще одно увлечение Юлии Бахтияровой – путешествия. Я очень люблю путешествовать. Я очень люблю море. Я очень люблю горы. Моя любимая страна в этом плане – Черногория и Венгрия. Путешествия из российских городов. Я очень люблю Санкт-Петербург. Я могу гулять там днями, часами, неделями. Если есть возможность поехать в Санкт-Петербург, Выборг, Петергоф. А химический институт находится в Санкт-Петербурге именно в Петергофе. То есть я всегда использую эту возможность. Секрет красоты женщины, по словам Юлии Бахтияровой, – счастье. Красивая та, что счастлива. И подкрепляется все улыбкой и добрым отношением к людям. Создавать вокруг себя уют – одна из способностей представительниц женского пола. Юлия Бахтиярова признается – она не боится попросить помощи и чувствовать себя женщиной. Когда сейчас идет такая феминизация во всем мире, я всегда говорю, что я женщина, меня надо пропускать вперед, мне можно помогать обязательно. Мне нравится чувствовать себя женщиной, и замечательно, что есть такой праздник. И мужчины, они должны чувствовать себя мужчинами, потому что, в моем понимании, мужчина – это тот человек, за чью спину можно спрятаться, который защитит, который всегда поможет. И это очень приятно чувствовать – мужскую сильную спину, плечо рядом. С годами роли женщины расширились. Сегодня представительницы женского пола могут быть как хранительницами очага, так и успешными управленцами. Здесь не может быть ограничений. Есть человек и его цели. Тому подтверждение – женщины университета. Эльвина Минабудзинова, Ленар Гизатулин, КФУ «Итоги недели». Инициатором празднования, ставшего традиционным конкурса, является Лига женщин, которая, равно как и сам конкурс, существует уже 10 лет. По мнению организаторов, Лига – это генерирующая сила для укрепления корпоративной культуры университета. Это новый формат общения, взаимодействия и сотрудничества всех подразделений, институтов и факультетов КФУ. А еще деятельность Лиги поможет способствовать профессиональному и личностному росту. В этом уверена ее руководитель, председатель Лиги женщин, рефренд при ректорате Ирина Терентьева. С нею наша сегодняшняя встреча. Здравствуйте, Ирина Васильевна. Добрый день. Мы с вами уже встречались год назад. Давайте напомним нашим телезрителям о деятельности Лиги женщин КФУ. Чем она занимается? Как знаете, Слават, в Казанском федеральном университете достаточно большое количество представительниц прекрасного пола. Это ученые, преподаватели, сотрудники, специалисты кафедр, лаборатории. И вот как наблюдаем, что растет их целеустремленность. Их, как говорится, отличает вот такое стремление к самосовершенствованию, достижению высоких результатов в своей профессии, в своем деле. И объединяет их всех одно большое чувство – любовь к университету. И, наверное, не надо забывать, что по своей природе женщина, она не может откликнуться на какие-то острые проблемы. Общественные в том числе, да. Уйти от какой-то реальности, вызовов современности. И создание Лиги женщин, которая практически осуществилась 10 лет назад, вот нами и рассматривалось как объединяющая, генерирующая сила для укрепления корпоративной культуры университета. И это был для нас новый формат общения, взаимодействия, сотрудничества. Причем сотрудничества всех структур – подразделений, институтов, факультетов. И это было для нас очень важно. Очень важно. И Лига женщин, конечно, за это время проведено ею очень много таких различных мероприятий, акций. То есть деятельность наша разноплановая. Смотрите, это научно-познавательные семинары, публичные лекции по актуальным вопросам, конкурсы, выставки и прочее, прочее. Вот я сейчас вспоминаю первый круглый стол в октябре 2013 года, тема которого была «Бизнес-проекты для гуманитариев. Находки и пути решения». Но это было очень актуально в то время. Очень актуально для гуманитариев тем более. То есть мы не только рассматривали методику, процедуру, но конкретные моменты решения, и после этого как-то у гуманитариев открылись несколько глаз на этот процесс, и это помогло. То есть Лига живет тем, чем живет университетское общество. А кто может вступить в Лигу? Или это все-таки вот такая структура, к которой не нужно вступать, которая открытая для всех женщин университета? Либо есть какие-то критерии особенные? Словат, конечно, вы правы. Лига женщин открыта для всех. В том числе открытая для мужчин. Но как любая общественная организация имеет членство. Ну, это понятно, дает возможность быть в курсе наших планов. Потому что у нас рассылка, у нас открыт сайт, у нас есть обратная связь. И это все позволяет, и что самое ценное, вот я считаю, это то, что любой человек может высказать свое предложение, какое-то мнение, какую-то позицию. Вы знаете, на одном из недавних мероприятий у нас вот как-то, даже скажу такое слово, выплеснулось. Творческие способности участников этого мероприятия, что мы заговорили о создании университетского театра. Ну, конечно, тут много очень всяких организационных моментов, но от идеи мы пока не отказались. То есть в Лиге Женщин люди, могу только точно сказать, с активной жизненной позицией. На этой неделе отметили Международный женский день. Как его отметили, в частности, в Лиге Женщин? Ну, вот у нас так получается, что к этому дню мы традиционно уже в университете проводим конкурс «Женщина года, мужчина года, женский взгляд». И хочу сказать, что, во-первых, из года в год растет число участников. А в этом году нас поразило, что большое число было претендентов мужчин. Так что нам было не очень просто. Ну и, конечно, было приятно. Вот по отзывам всех участников, подведение было на торжественном вечере 3 марта. И по отзывам всех, кто подходил, делились, было приятно. Во-первых, поздравление руководителя университета всех женщин. И такое теплое чествование победителей номинации. А еще вот такую изюминку или вауру университетского духа внесли участники клуба «Профессор-шоу». Это наше было совместное мероприятие, так же, как и правком с нами вместе. И в данном случае это было впервые на женском таком чествовании женщин было участие «Профессор-шоу». И они оставили у всех неизгладимое впечатление. Думаю, что мы такую творческую дружбу продолжим и дальше. Ну и завершение 10 лет Лиги женщин. На ваш взгляд, с этой позиции как руководителя, как за последние 10 лет изменилась роль женщины? В первую очередь, конечно, в науке, но и в целом в обществе. Ну, женщина – это всегда была движущей силой. Хотим – хотят, мужчины – не хотят. Но так получается. Вы знаете, я, опять-таки, вот, может быть, сошлюсь словат на конкурс, о котором мы только что говорили, потому что мы просматриваем большое количество материалов конкурсных. И вот даже здесь заметно ощущается, что растет целеустремленность наших людей, что заметно ощущается вот такая вот активность, сила, потом показатели немомерно, так сказать, растут. И могу привести вот две фамилии наших очаровательных дам, которые безоговорочно прошли на республике, в конкурсе по всей республике. Это Венера Закирова, заведующая кафедрой Института психологии и образования. И Курбан Галеева Альмира – это химический институт доцент. Их показатели очень высокие. Это люди с мировым звучанием, с именем. И, естественно, вот нам было приятно, что впервые за многие годы два человека, наших два университетских представителя, стояли на поедистальной номинации «Женщина-ученый». Ну и, конечно, вот у нас много, очень много людей, представительниц прекрасного пола, чьи имена, если вот так вот к ним обращаться, сразу звучат слова высокого признания. Ну и мы, конечно, стараемся делать все, вот Лига Женщин, для того, чтобы университетская жизнь наша была богаче, интереснее, насыщеннее. Тем более, что мы все с вами идем к 220-летию университета. Удачи вам в этом нелегком, но самое главное, важном деле. Благодарим за то, что нашли возможность прийти к нам. Спасибо большое. Спасибо. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Совет старост Татарстана. Кто сможет войти в список 30 лучших? Произведения, посвященные этому празднику, хранятся и в отделе рукописей и редких книг научной библиотеки Николая Лобачевского Казанского университета. За прекрасных дам. Какие сборники выходили в Советской России накануне 8 марта? Уже через неделю в Татарстан начнут возвращаться перелетные птицы. Орнитологи КФУ рассказали о графике возвращения на родину пернатых, зимующих в теплых краях. После 15 марта с юга вернутся жавороньки, зяблики и скворцы. Ближе к апрелю прилетят водоплавающие, это утки. К маю появятся и волги, и соловьи. Но и Татарстан становится прибежищем птиц, которые уже скоро начнут улетать севернее. В этом году среди зимующих были и те пернатые, которые ранее не проводили холодное время в нашем регионе. Например, морянка. Она является перелетной и очень редкой. Морянку наблюдали на озерах в Казани в течение нескольких месяцев. А еще татарстанцы смогли наблюдать за клестами, еловиками и дроздами-ребинниками. Всего в Татарстане перезимовали около 70 видов птиц, каждая пятая из которых перелетная. Из них 14 видов являются перелетными. Кстати, предвестники весны, грачи, уже замечены в Актанырском и Менделинском районах. О других интересных событиях из жизни университета и республики смотрите в дайджесте. Концептуальная основа взаимодействия ислама и христианства. С такой лекцией в КФУ выступил председатель экспертного совета при Патриархе Московском и ФСРУСИ по взаимодействию с исламским миром и романах Григорий. Слушателем лекции стали студенты университета. А главная тема, конечно, я думаю, сейчас для нас, для всех, важно для любого человека, это смысл жизни. Это касается верующего, неверующего, мусульманина, христианина. А второе, конечно, поскольку мы живем в многоконфессиональном, многонациональном обществе, тем более, если речь идет о замечательной республике Татарстан, то как мы должны общаться, как мы должны понимать друг друга, о чем говорить. На этой неделе ушел из жизни доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Республики Татарстан и Российской Федерации, лауреат Государственной премии Республики в области науки и техники, заслуженный профессор университета Алтер Львович Литвин. Его имя навечно вписано в историю Казанского университета. Коллектив КФУ выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего. Команда Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета признана лучшей профсоюзной командой Татарстана. Ребята представят республику на окружном этапе конкурса «Лучшая профсоюзная команда-2023». Лига студентов Татарстана создаст Совет Старост. Заявки от претендентов принимаются до 19 марта. В Совет могут вступить старосты академических групп, обучающиеся в СУЗах и ВУЗах Республики на очной форме обучения. По итогам отбора будут определены 30 лучших старост Татарстана. В 13 раз за месяц в России вырос спрос на специалистов по чат-джипити. Количество вакансий, где необходим навык работы с нейросетями, за полгода увеличилось на 62%. Об этом сообщили представители крупного портала по трудоустройству. Чат-бот запущен в конце ноября прошлого года. Он может писать код, создавать и переводить тексты и использует контекст диалога для ответов на вопросы пользователей. При этом официально чат не работает в России и Белоруссии, поскольку компания-создатель имеет американскую прописку. А между тем нейросеть вошла в кинематограф. Российский развлекательный канал снимает сериал по сценарию нейросети. Он получил название «Сидоровы». Премьера состоится на платформе ВК-видео. На нейросеть создали студенты сервиса «Скиллбокс». Чтобы обучить искусственный интеллект, авторы загрузили в него несколько сериалов. По словам создателей, тысячи страниц текста позволили задать алгоритмы, максимально приближенные к написанию киносценария. Также нейросеть может генерировать основные структурные элементы – время и место действия, имена героев, реплики, ремарки. Все больше и больше в нашу жизнь входит искусственный интеллект. Но все же авторский взгляд на происходящее событие, аналитическое видение картины мира будет всегда в приоритете. В этом уверен и мой коллега-соведущий Леонид Толчинский. И снова с вами «Смотрите сами». Лично меня на неделе задела сильнее всего история, которая пока никак не стала трендом обсуждения в интернет-пространстве. Но драматизм которой для нашего настоящего и будущего от этого никак не становится меньшим. Впрочем, для начала одна старая история. Говорят, что во время поездки по южным территориям Российской империи Пушкину поведали, что в городе Бендеры с момента присоединения к России кроме военных никто не умирает. Дело в том, что в начале 19 века в Бессарабию бежало достаточно много крестьян из центральной губернии Российской империи. Полиция обязана была выявлять беглецов, но часто безуспешно, ибо они принимали имена умерших. Ну, то есть умершие были, их как-то хоронили, а по документам они продолжали жить, но уже в телах беглых крестьян. В результате в Бендерах в течение нескольких лет не было зарегистрировано ни одной смерти. Началось официальное расследование, много что выявили, но вот пойди докажи, где реально живая душа, а где живой труп. Следы путались, исследователи терялись. Много лет спустя эту историю Пушкин, творчески раскрасив, рассказал Гоголю. Так возникла идея мертвых душ. Как показали века, не только пойма Гоголя, но и схема казнократства и коррупции а-ля мертвой души живее всех живых. Простите за каламбур. К чему это я? К тому, что на неделе главе государства доложили о таком бессовестном факте, как воровство бюджетных средств, выделяемых под программу «Пушкинская карта». Из писаний идут как раз по схеме мертвых душ, несуществующих пользователей. Детали схематоза пока не разглашаются, хотя говорят, что подозреваемые уже задержаны. Но тут детали даже не важны. Печально, что очередная замечательная программа стала мишенью для казнокрадов. Вообще, провал в попытке внедрить в сознание молодежи культурный код со значимыми для будущего страны смыслами – история крайне негативная и сверхпреступная. В чем же причина? Не станем пока уходить в детали того, как и почему сотни миллионов рублей по-прежнему зависят от нечистых на руку чиновников. И откуда они все такие берутся на ответственных должностях? Это долгая и горькая тема. Давайте, пользуясь поводом, посмотрим, на что эти чиновники в принципе предлагают списывать и списывают огромные госсредства, и какой от этого прок стране. Вот я взял за месяц данные о том, на какие фильмы по пушкинской карте предлагают сходить подросткам и студентам, а значит, и какую продукцию косвенно субсидирует бюджет. Итак, за госсчет наши дети могут посмотреть прямо сейчас фильм «Свободные отношения». Это история двух противоположностей, которые случайно встретились в питерском баре, провели вместе ночь, а затем были вынуждены пожениться из-за незапланированной беременности. Комедия «Поехавшая» про то, как после череды неурядец некая Анна Смолина решает полностью изменить свою жизнь. Она достает запылившийся велосипед, сажает прицеп в свою таксу-капу и отправляется в Магадан, мирит с мамой. Беспринципные в деревне. Это про то, как генерал в деревне юбилей отмечал и с жителями Патриков переругался. Наверное, очень смешно и актуально. Пушкинская карта испишет затраты из создателей эротической драмы «Непослушная». Тут все в куче. Студенты, ревность, экология, гениталии, страсть. Триллер «Бешенство» про эпидемию диких животных в тайге. И для особого смака есть комедия «Быть» о приключениях рэпера во времени. В списке о счастье и два исторических фильма «Нюрнберг» и «Праведник». Правда, не думаю, что в конкуренции с сексуальными комедиями, а в неплановой беременности они победят. Не думаю, что кто-то в школах и вузах озабочен тем, чтобы организованно водить на средства Пушкинской карты учащихся именно на то, что значимо для формирования культурного, исторического, нравственного кода молодых. Карта никак не связана с этими задачами от слова «совсем». Вопросы к тем, кто и как финансирует списки продукции, на которые действует карта. Вот и выходит, что одним по барабану, что на эту карту смотрят и посещают, другим не важно, как это в целом увязано с воспитательным процессом, третьим не совсем понятно, что делать с теми, кто карту вообще не получил или не пользуется ею. Отсюда и возникают лазейки и соблазны для банального воровства. А задача культурного, нравственного и, как раньше говорили, гармоничного развития личности так и остается недосягаемой мечтой. Поэтому мы и не видим больших сдвигов в мировосприятии наших молодых людей. Зато толстеют уголовные дела по схемам XIX века, и очередная партия ответственных за культурный код нации отправляется на нары. А может и карту ту переименовать в Гоголевскую, раз она так манит мертвой души, и приставить к начальникам от культуры и работы с молодыми побольше ревизоров, чему тоже учил нас Гоголь. Всем доброго! Все, конечно же, знают, что идея проведения Международного дня женщин принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Клары Цеткин. В августе 1910 года она выступила на второй международной конференции работающих женщин в Копенгагене. Она предложила установить День международного протеста пролетариата против политического бесправия работниц и проводить его ежегодно в один и тот же день в разных странах. Предполагалось, что это способ агитации за идею равноправия женщин во всех областях социальной и государственной жизни. Инициативу Цеткин поддержали более 100 женщин из 17 стран, но конкретная дата дня тогда не была установлена. Традиция проведения праздника 8 марта стала укрепляться повсеместно после того, как в 1914 году женщины Австро-Венгрии, Германии, Дании, Нидерландов, Швейцарии, России, США и других стран провели митинги именно в этот день. Принято считать, что дата выбрана в память о крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся ранее 8 марта. В качестве официального праздника этот день начал отмечаться в Советской России 104 года назад. В первые годы советской власти он носил название Международного дня работниц. С конца 1920-х годов стал именоваться Международным женским днем. И к этой дате обязательно выходили сборники с рассказами, стихотворениями в честь лучших и любимых женщин страны. Амир Ахтямов ознакомился с раритетами. 8 марта – Международный женский день, Всемирный день женщин, в котором помимо чествования прекрасной половины человечества отмечаются достижения в области экономики, политики и социальной сферы. Современное празднование женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от ее статуса и возраста. Праздник отмечается организацией объединенных наций, а в некоторых странах, например, России, Азербайджане, Армении и Белоруссии, этот день является национальным праздником. Произведения, посвященные этому празднику, хранятся и в отделе рукописей и редких книг научной велитики Николая Лобачевского Казанского университета. Нам предоставили сборник рассказов, который называется «Женщина-работница в художественной литературе». Он был выпущен в 1926 году в Москве издательством «Гудок». Также у нас в руках сборник репертуара к Международному женскому дню. Он был выпущен чуть позже, в 1959 году, также в Москве. Интересно, что в этих произведениях вмещались не только рассказы, но и песни, стихи, посвященные Международному женскому дню 8 марта. Государственная идеология не могла ограничиться только нормотворчеством и законодательными актами в отношении женского населения. Лучшим способом трансляции идеологических конструкций в массовое сознание являются культурные тексты, образы массовой культуры. Исторические контексты, формирующие те или иные образы женщин, диктуют и соответствующие отношения к ним в обществе. Идея проведения Международного женского дня возникла в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, а также радикальных идеологий. В современном обществе Международный женский день в первую очередь это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками и заботой. Амир Артемов, Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. Настает и наша очередь поздравить всех женщин университета с днем 8 марта. Дорогие коллеги, выражаем огромную благодарность за вклад в развитие вуза, за высокие достижения в научной и педагогической деятельности, учебе и творчестве. Самые искренние, теплые и нежные поздравления и в адрес всех наших зрительниц. Пусть наступающая весна будет для вас началом удачных дел, добрых намерений и счастливых мгновений. Всем добра, мира и любви. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин